МУЗЫКАЛЬНАЯ ЗАСТАВКА Казань в ожидании второй футбольной битвы. О том, как иранцы готовятся к грозной Испании, Алмаз Гафиатов. Экономия и времени, и денег. Можно было допустить какие-то ошибки, народу очень много. Готовы ли татарстанцы перейти на электронные больничные, знает Анна Городнова. Россия вперед! Сегодня самый ожидаемый для россиян матч. На шестой день чемпионата мира по футболу старт взяли команды группы H. В Саранске Япония со счетом 2-1 обыграла Колумбию. В Москве в эти минуты завершается матч Польша-Сенегал. Но главная для России игра начнется в 9 часов вечера в Санкт-Петербурге. Здесь наша команда встретится со сборной Египта. В случае победы российской сборной и при успехе уругвайцев в матче Саудовской Аравии россияне обеспечат себе выход из группы. Кстати, впервые в истории. Египту отступать некуда. Главная надежда – звездный форвард Мохаммед Салах. Тренер сборной России Станислав Черчесов рассказал, что соперника изучили. План действий есть. Есть схожесть между арабами и египтянами. Потому что там техничные футболисты. Здесь техничные футболисты практически играют в одной системе. Ну, как я уже сказал, Египет рангом выше. Свой прогноз на игру уже сделали казанские оракулы. Напомним, лебеди Адзили и Зигфрид ранее предсказали победу нашей сборной над Саудовской Аравией. Сегодня перед матчем со сборной Египта наша съемочная группа отправилась за очередным прогнозом на Черное озеро. Пернатые предсказатели долго сомневались и даже не подходили к подносам с флагами сборных. И спустя полчаса лебеди так и не притронулись к яблокам. Ставки настолько высоки, что пернатые не стали портить свою репутацию и скромно промолчали. Значит ли это, что нас ждет ничья или все решится по-другому? Свои прогнозы сделали и казанцы. Убедит Россию, потому что у них сейчас нормальная игра идет. И они Саудовскую Аравию 5-0 выбирали. Ну, мне кажется, счет будет 2-1. Я думаю, что Россия победит это однозначно. Наверное, Россия, у них есть мотивация и счет, наверное, больше двух или трех будет. Ну, я, наверное, думаю, что в ничью сыграю. Скорее всего. Хотелось бы, чтобы, конечно, Россия, ну и как минимум 2-0. Болеть за нашу команду сегодня, несомненно, будут миллионы россиян. Только на стадионе в Санкт-Петербурге наши фанаты займут большинство из 68 тысяч зрительских мест. Как оказалось по сравнению с другими странами, у наших болельщиков арсенал поддержки не такой эффектный. Мало звучных кричалок и песен. Но, как известно, наша страна на народное творчество богата. Наш корреспондент Дмитрий Аринин пообщался с казанцами и туристами. Собрал целый хит-парад футбольного фольклора. Вы знаете, как кричалки в поддержку футбольной России? Нет, мы просто болеем за футбол. Я умный, но этого не знаю. А как вы болеете? Послушаю, что будут говорить вокруг. Сейчас я вспомню. И тогда под самым небом За гремя твоей победы! Россия! 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 Давай, давай! Россия вперед! Стандарт! Вперед, Россия и Алга! Россия! Вперед! Эй, Россия, давай вперед! За страну победу ждет! Нам не спрашиваем, вахсалах! Разобьян Египет, пах! Гол, гол, гол! Мы выиграем гонку! Гол, гол, гол! Россия чемпионка! Вперед, Россия! Оле, 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 оле! Россия, вперед! Гол, надо, гол! Надо, гол! Надо, гол! У-у-у! Россия, вперед! Громко будет завтра на Казань-арене. Столица готовится ко второй игре чемпионата. Встретится сборная Ирана и Испании. Как не опоздать на матч и что лучше не брать с собой на игру? Инструктаж проведет Рамиль Шайдулин. Само собой, такое крупное спортивное соревнование не обходится без серьезных требований безопасности. Смочки, пожалуйста, лето. Уже на входе ручная кладь проходит через сканер, а содержимое карманов тоже выкладывается. Если среди всего этого есть хоть что-то металлическое, то сработает металл-детектор. Телефон работает в состоянии, пожалуйста. Конечно. Если все нормально, то можно проходить. Можно пройти. Правила для всех одни. С собой нельзя носить ничего запрещенного. Можно и не войти. Если что-то из клада болельщика вызовет подозрение, на этот случай рядом есть камеры хранения. С собой нельзя проносить никакого оружия, ничего воспламеняющегося. К этому же относятся фаеры или петарды. И электронные сигареты. Во-первых, потому что устройство самому себе может быть опасным. А во-вторых, потому что на фестивале курить тоже нельзя. Курить, проносить на фестиваль алкоголь, наркотики и крупные предметы. Такие же правила и на Казань-арене. В день матча сборных Испании и Ирана вновь вступит в силу правила последней мили. С пяти вечера до часу ночи, чуть больше километра до стадиона, болельщики будут идти пешком. Дорогу покажут волонтеры. В городе ограничат движение на улицах Сибгата-Хакима, на участке от улиц Амирхана до Чистопольской, на Академика Арбузова и Паямашева-Садорадского. Тем, кто после отправится на фестиваль болельщиков, советуют тоже на время оставить авто. На машине не добраться, а на велосипедии легко. Те, кто захочет так доехать до фестиваля болельщиков, прямо у его входа ждет специальная парковка. Здесь можно оставить своего железного коня, но важно перестраховаться и повесить замочек. Играть сборным Ирана и Испании возможно придется в непростых условиях. Гидромедцентр республики объявил штормовое предупреждение. В некоторые районы Татарстана завтра днем и вечером придут гроза, град и ливни. Местами возможен и очень сильный ветер до 26 метров в секунду. Укротить испанскую торсиду и остановить футбольных звезд. Именно такую задачу поставил главный тренер иранской сборной перед матчем в Казани. В составе иранцев нет именитых футболистов, однако командный дух они показали уже в первом матче. О том, что ждет завтра футбольных болельщиков на матче. Алмаз Кафиятов. Иранские болельщики приехали на матч семьями. Если уж болеть за любимую команду, то вместе с женами и детьми. С нетерпением ждем матча иранцев. Готовились приехать в Россию давно. Вот мечта моей семьи сбылась и мы здесь перед вами. Отдельно будем следить за местным игроком Азмуном. Основной силой команды Ирана является Сырдар Азмун. Когда-то его называли иранским Месси. Если испанцы приехали в наш город впервые, то для сборной команды Ирана стадион Казань-арена хорошо знаком. В октябре прошлого года они проводили товарищскую встречу со сборной командой России. Матч завершился со счетом 1-1. И единственный гол в составе иранцев забросил нападающий Рубина Сырдар Азмун. По словам главного тренера иранцев Карла Шокеевуша, в эти дни весь Иран живет одной большой семьей. А у них на родине не принято подводить родных и близких. Поэтому каждый будет выкладываться по максимуму. Мы понимаем, что у сборной Испании, что не игрок, то звезда, но это футбол. И как показали предыдущие матчи, заранее сложно угадать победителя. Я знаю точно, мои ребята выложатся на все 100%. Завтра игра Иран-Испания стартует в 21 час по московскому времени. Билеты проданы, команды готовы, болельщики в ожидании. Алмаз Гафиат, Марат Светгараев, ТНВ, Казань. Столица Татарстана на испанском ТВ. Вместе с футбольной сборной, которая завтра играет с командой Ирана, в Татарстан прибыли спортивные журналисты, ведущие одной из главных испанских телекомпаний. Завтра они будут на стадионе, а сегодня в прямом эфире рассказывают о нашем городе из Казанского Кремля. Впечатления европейских коллег у Лины Зинатулиной. В спорте не только мальчики. Мария Гомес вместе со сборной своей страны на каждом матче. Съемочная группа, как и футболисты, живут в Краснодаре, а на игры ездят между городами. На счету пока встреча с Португалией в Сочи. В Казани футбольные репортажи завтра, сегодня больше культурные. На все матчи мы специально едем за день до игры. В Сочи, конечно, меня покорило море, и в Краснодаре нам тоже нравится. Но если выбирать один российский город, то для меня это точно Казань. Куда ни взглянешь, памятники, церкви, интересная архитектура, все такое красивое. Прямые эфиры через тысячи километров возможны благодаря вот такой передвижной спутниковой станции, которую испанцы арендовали в Москве. Это микроавтобус со спутниковой тарелкой на крыше, а внутри экраны, на которых видно все, что происходит в кадре, приемники и передатчики сигнала. Если победа будет достигнута, то да, мы объездим все точки Москва, Сочи, Казань, возможно Калининград. Эта услуга особенно актуальна, много иностранных клиентов к нам обратилось. Для разных каналов и программ в прямой эфир выходят сразу четыре журналиста. На связи и один из самых популярных испанских ведущих Мануэль Карена. Показывает телезрителям Казань-арену и фан-фест, делится приятными впечатлениями о городе. Я даже знаю про казанскую команду Рубин, правда совсем немного, но помню, что их тренировал наш Хавьер Грасси. Сегодня в центре города, завтра в центре футбола. Журналисты освещают матч Испания-Иран, а значит выложатся по полной, ведь на поле родная команда. А пока успели и мы попасть в объектив испанцев, рассказав о Казани, уже их подписчикам в Инстаграм. Казань-Кремлин, это как фортификация... За поддержку инициатив организации ФИСУ и решающую роль в подготовке универсиады 2013. Международная федерация университетского спорта наградила Рустама Миниханова своей высшей наградой, медалью Жана Птижана. Представители ФИСУ отметили, город использовал наследие универсиады для развития молодежного спорта и провел чемпионат мира по водным видам спорта в 2015 году. И чемпионат мира по футболу в этом. Пока футбольные команды сменяют друг друга на аренах страны, территория фестиваля болельщиков кипит эмоциями. На Казанском фан-фесте атмосферу праздника создают наши артисты. Альбина Минибаева о том, когда ждать самых ярких номеров на Казанском фестивале болельщиков. Весь свет национальной музыки на одной площадке. За атмосферу праздника отвечают республиканские и казанские артисты. Фанаты готовятся болеть за своих или любимую команду, а между матчами учат наши песни. О да, это красиво. Эти костюмы, уже несколько дней танцев на площадке. Это прекрасно. Очень интересное шоу. Мне нравятся концертные номера. Все разное. Я ничего, конечно, не понимаю, но это очень круто смотрится. Артисты тоже ловят моменты в перерывах между номерами. Выходят на территорию фестиваля, чтобы быть ближе к болельщикам. Когда певцы и танцоры на фан-зоне, туристы готовят фотоаппараты. Сами все фоткаются. Это очень приятно. Очень приятно, конечно. Я лично еще не успел здесь пройтись, что-то посмотреть. Но я думаю, что сегодня, завтра, послезавтра я обязательно это мероприятие посетить должен. Национальные песни звучат чаще на площадке, когда играет сборная России. Самые яркие номера организаторы подготовили в день проведения матчей в Казани. В течение дня, когда у нас в Казани проходят матчи, мы показываем специальные тематические прологи, которые раскрывают культуру не только русского народа, а также народов, проживающих на территории Республики Тарстан. Здесь на территории фан-феста звучат песни и речь самых разных языков мира. Но одна понятна всем. И следующий матч в Казани уже завтра. Наша сцена должна запомниться болельщикам. Альбина Минибаева, Александр Лобанов, ТНВ, Казань. Мастер-классы по вышиванию, ручной поделке и секреты приготовления татарского десерта. Сегодня в Казанском пресс-центре чемпионата мира прошла презентация древних болгар. Самым приятным для журналистов со всего мира стало приготовление балмая под руководством татарского хана. Ингредиенты десерта просты, это мед и сливочное масло, но вот в каких пропорциях их нужно добавлять, оставили в секрете. Зато попробовать сладкое угощение смогли все желающие. Мы все привыкли к чак-чаку, но чак-чак все-таки не изначально появился как чак-чак. Первоначально был балмай, то есть мед с маслом, самое сладкое угощение для самых дорогих гостей. И в этом году в связи с чемпионатом мира по футболу мы ожидаем гостей, те, которые хотят удивиться. И мы надеемся, что мы их удивим вот таким своим гостеприимством. Это новости Татарстана и далее выпуски. Экономия и времени, и денег. Можно было выпустить какие-то ошибки, народу очень много. Готовы ли татарстанцы перейти на электронные больничные, знает Анна Городнова. Маленький миллениум и огромный букет. Мирского сродина очки. С Казанского фестиваля цветов Альбина Слагараева. МУЗЫКАЛЬНАЯ ЗАСТАВКА В последние дни Государственной Думы стоял под номером 30, но в итоге очередь до него дошла только вечером. После учета всех замечаний общественности, инициаторы резонансного законопроекта под номером 438 863 подготовили поправки в текст. Их сегодня закрепили спецпостановлением Госдумы. Было много опасений, что не будет языков народов, родных языков, обязательной части федеральных государственных образовательных стандартов. Они будут там. Будут внесены соответствующие поправки, которые закрепят их место в федеральных государственных образовательных стандартах в обязательной части. Одним из родных языков, которые могут быть изучаться в школах, где преподается родной язык, будет русский. Выбор языка обучения или родного языка как предмета для изучения за родителями несовершеннолетних обучающихся и их представителями. Сама инициатор законопроекта Алена Аршинова заговорила сегодня на молдавском, а потом уверила собравшихся, что сейчас изучает чувашский, родной язык своих избирателей. Общественников же и родителей попросили успокоиться. В новом тексте закона обещают учесть все интересы. Нам удалось прийти к общему знаменателю. В течение часа депутаты обсуждали законопроект. 14 вопросов с мест прозвучало от национальных республик. Депутаты переживали за будущее родных языков. Это означает, что и количество часов в дисциплине родной язык не сократится. Речь о сокращении часов преподавания родного языка в законопроекте не идет, уверили его инициаторы. Итог голосования сегодня за законопроект в первом чтении в его компромиссном варианте проголосовали 373 депутата. Трое против, один воздержался. Депутат от Патарстана Эльдар Гельмудинов уверен, что сейчас важно разработать и закрепить законодательно стандарты образования для родных языков. Главная задача, которая должна была быть реализована законом, это обеспечить тех родителей, тех обучающих, для которых родной язык не является родным, чтобы их не заставлять выбирать изучать родной язык в таком статусе. Вот самая главная задача. В течение ближайшего месяца законопроект будет подготовлен ко второму чтению в Госдуме, однако к новому учебному году принять его еще не удастся, чисто технически. Также сегодня от членов профильного комитета Государственной Думы прозвучало предложение к правительству России создать специальный фонд поддержки родных языков, а еще разработать концепцию преподавания национальных языков с учетом всех финансовых затрат. Дина Газалиева, Александр Ярошов, Марат Закиров, ТНВ, Москва. Его невозможно потерять, помять и испортить. Уже год от Арсанца могут оформить электронный больничный. Выдано почти 60 тысяч таких документов. По количеству медучреждений, которые перешли на электронную систему, республика занимает пятое место среди 85 регионов страны. Как не стоять в очередях и лечиться, экономя время. Анна Граднова. Данделяне Гмедзянова пришла в поликлинику измерить давление. Пора закрывать больничный лист. Впервые оформила электронный. Мне нужно стоять в очереди и не мотаться с бумажками. То один кабинет, то другой кабинет. Печати, запечати. Выводить данные пациента гелевой черной пастой, чтобы попасть в клеточку, теперь не нужно. Все в информационной базе. Дата открытия, закрытие больничного, диагноз. В день врач Резидо Ахметова оформляет до 10 таких листов. Можно скорректировать данные, отправить напрямую. Не нужно пациентов гонять. Подписи. В общем-то, да, преимущества ощутимые. На сегодняшний день выдано более 5-6 тысяч электронных больничных листов в Республике Татарстан. Это очень хорошая динамика. Если сравнивать с началом года, то было выдано порядка полутора тысяч больничных листов. То есть сегодня уже количество выросло более чем в 30 раз. Прежде чем оформить электронный вариант, нужно узнать, готов ли работодатель его принять. Нужна специальная программа. Ее фонд со страха предлагает скачать бесплатно на своем сайте. У нас предприятия принимают пока только такие больничные. Но в принципе не против, был бы удобно. Пока ты ходишь со всеми этими бумагами, это надоедает. Бумажные это взяли больничные, потому что я не знаю, что электронный больничный стоит. Бумажный вариант больничного полностью не исключат. Пациенту предлагают выбрать, какой удобнее. В отличие от вот такого бумажного больничного, электронной невозможно подделать. Каждому пациенту присваивается индивидуальный номер. Он передается в федеральную информационную систему со страха. Войти в нее, а работодатель может только использовать электронную подпись. Посмотреть стадию оформления больничного и перечисления денег вскоре можно будет и в личном кабинете со страха. Систему пока тестируют. Анна Граднова, Ренат Сафин, ТНВ, Казань. Домашние пироги в качестве благодарности. Жители Нижнекамска устроили чаепитие на свежем воздухе для себя и рабочих, которые отремонтировали их дворы. Дорожники были удивлены, а жители надеются, что это станет новой традицией. Собираться на пикник всем двором. Стол ломится от угощений. Пицца, пироги, пирожные, блины. Застоли под открытым небом идеи жителей двух Нижнекамских домов по улице Гагарина. Так они решили поблагодарить рабочих за отремонтированные дворы. Мы вам очень благодарны, что вы пришли и нам такую счастливую жизнь выстроили. Поэтому мы решили вам организовать чаепитие. Раньше ямы, теперь гладкий асфальт. Появились пешеходные зоны, тротуары. Добавили и парковочные места. Все прошло отлично. И рабочие очень довольны, потому что работают в жару, трудятся. И благодарны жителям. Они же все-таки в командировке, далеко от дома. Сами дорожники признаются, так их благодарят впервые. О Нижнекамском радушии ходят слухи. И сегодня жильцы микрорайона их подтвердили. Устроив для рабочих небольшой, но душевный праздник. Это было очень приятно. Харш по дому. Так все собрали. Все классно. Сидели, пообщались. Очень было вкусно. Спасибо вам большое. Жильцы надеются, что вдохновят своим примером остальных жителей города. И такие маленькие праздники будут устраивать в каждом дворе. Елена Веселова, Анна Городнова, Эльвира Софиулина, Айрат Давлетшин, ТНВ, Нижнекамск. Пациенты РКБ сегодня подписались на ведущие здания республики. Сегодня здесь прошел день благотворительной подписки. Каждое отделение РКБ в подарок выписали для своих ветеранов труда татарстанские газеты и журналы. А главный врач больницы оформил подписку для дома ветерана Великой Отечественной войны и дома престарелых в Актанышском районе. Они видят, какие события происходят в нашей республике. И важно, наверное, чтобы мы на примере честования наших ветеранов говорили о том, что эти традиции надо расширять. Собирают палатку за 15 секунд, заботятся о чистоте озер и помогают спасателям. Столетний юбилей сегодня в Высокогорском районе отметили юные натуралисты республики. Так кто же они, те, кто своим долгом считает заботу о природе, расскажет Салават Мухаммадуллин. Мы команда Эколайф! С нами жизнь природы в Кайф! С зелеными галстуками линии ковырят и с кричалкой. Это настоящие экологические пионеры юнаты. Как и положено, есть свой гимн, флаг и главное – желание изучать и помогать природе. В угольме я занимаюсь проектной деятельностью, разработала проект. И мне очень интересны проблемы экологии, потому что нам нужно дальше жить. Для будущих поколений нам нужно обязательно сохранить природу. И только тогда, через 10-20 лет, мы сможем точно с уверенностью сказать, что это мы захоронили. Мусорить нельзя, а мы живем, считай, в этом мусоре. И нельзя так делать. Это двигает тобой? Да, потому что чисто не там, где убирают, а там, где не ссорят. Собрать палатку за 15 секунд для них проще простого. Эти же ребята могут спокойно обращаться с мотопомпой, трофяным стволом и… С зажигательным аппаратом? С зажигательным аппаратом. Ну вот, кажется, ребята уже и закончили сборку палатки. И всего за 10 секунд. Сегодня первый, но точно не последний фестиваль юных натуралистов собрал около 200 участников со всей республики. Юнаты прошли интерактивный квест, почистили Голубое озеро и изучили историю юных натуралистов. В основном, то, что, как вы уже с историей говорили сегодня, они начинали заниматься просто изучением природы. Как именно относиться к природе, как сохранять нашу природу, как относиться в целом к экологии и вообще к окружающему миру. Сегодня эко-волонтеры устраивают флешмобы, чистят леса и выявляют незаконные свалки. В республике уже больше трех тысяч ребят стали юными натуралистами. И лучшие из них на фестивале получили награды. Словат Мухмадуллин, Амир Залюшев, ТНВ, Высокогорский район. Тысячами живых цветов покрылась площадь перед театром куколы Киат. Часы из лепестков, гигантская газета «Ля Фигаро» и «Баобаб из бегонии». Сегодня в Казани открылся городской цветочный фестиваль. Композиции здесь представили все районы города, организации и предприятия. Кто смотрит на цветы сквозь розовые очки? Альбина Солгараева. Музыка в цветочных тонах. Ароматы петунии, астры, бегонии и ирисов. Более 20 композиций украсили площадь перед театром кукол Экиет. Здесь не просто фестиваль, здесь еще и своего рода аттракционы. Например, с помощью одной из клумб можно измерить точное солнечное время. Нужно встать на июнь. И вот сейчас моя тень показывает почти полдень. Тут еще и выставка арт-объекта. Вот уменьшенный мост «Миллениум» и башня «Сьюмбекен». А здесь старинные предметы приятно вписались в современную улицу. Вот древнегреческие статуи, наряженные в одежду наших дней. А здесь пересмотрена функция автомобиля. Теперь он – зона отдыха. Цель была одна, говорит автор проекта. «Подарить людям улыбку, радость, когда они выходят на улицу. И розовый цвет, вы, наверное, сами это заметили, поневоле заставляет улыбаться». Цветочный фестиваль проходит в Казани уже в четвертый раз и неизменно у Театра кукол. Площадку посетил сегодня и мэр города Эль-Сурмедшин. Каждый район показал свои работы. Баобаб из бегоний, под ногами страницы французской газеты. И в этом году здесь снова гигантский букет, который в прошлом году бил рекорды в социальных сетях. Очень даже красивые цветы. Даже название я даже не знаю. Некоторых только знаю. Очень понравилось. Там Кремль сделали. Миллениум мост. Очень красиво. Прям очень красиво. Все понравилось. Каждый год. Ни одного года не оставляю. Каждый год здесь приезжаю. В течение всего лета на площадке фестиваля будут проходить культурные дни в Цветочной Казани. А значит, будут мастер-классы, поэтические чтения, живые музыкальные концерты. Гости фестиваля смогут выбрать самое яркое украшение площадки, проголосовав за понравившуюся композицию. Альбина Слагараева, Александр Лобанов, ТНВ «Казань». Вечерний эфир продолжит программа «Вызов 112», а сейчас прогноз погоды. До встречи в 21.30. Добрый вечер. Время новостей спорт на ТНВ в студии Алмазгофьятов. Чемпионат мира по футболу в самом разгаре. Болельщики и гости прекрасно чувствуют себя в российских городах. Фональты в эти дни превратились в одну большую дружную семью. Вот и перед важным матчем в группе на футбольном поле сошлись болельщики двух команд России и Египта. Игра получилась равной по итогам двух таймов. Команды так и не смогли выявить победителя. Итоговый счет 6-6. А жители Нижнего Новгорода ждали Мундиаль с особым волнением. Местный клуб «Волга» не выступает в премьер-лиге, поэтому приезд таких грандов мирового футбола, как Аргентина, Швеция или Англия – это настоящий праздник. Новые дороги, парки, стадионы – это все то, что останется после чемпионата мира. Благодаря играм у Калининграда появился новый аэропорт Храброго. От реконструкции здания в восторге все болельщики и туристы. Плавцы татарстанского «Динамо» завоевали три медали в Монако. Во Франции прошел третий этап международных соревнований по плаванию «Маре Нострум». На дистанции 50 метров на спине среди женщин соперницами были две россиянки – Анастасия Фесикова и Мария Каменева. Фесикова приплыла к финишу первой. Вторую награду – бронзовую Каменеву получила на дистанции 10 метров вольным стиле. А среди мужчин Никита Ульянов выиграл в финале в плавании на спине на 50 метров. Отличительной чертой этапа в Монако является турнир на выбывание. В финале остаются два сильнейших пловца. И в завершении к единоборствам бойцы из Казани стали призерами этапа Кубка мира по кикбоксингу. Чемпионат прошел в итальянском курортном городе Реминия. Участие в нем приняли более 2000 кикбоксеров из 42 стран мира. Бронзовым призером среди мужчин стал Евгений Морозов в весовой категории до 63 килограммов. А сереброй этапа Кубка мира в весовой категории до 75 килограммов взял Илья Соколов. Также Соколов получил приглашение на Кубок Европы в дисциплине К1, который пройдет в сентябре этого года в Праге. И это все новости спорта к данной минуте. Будьте здоровы и занимайтесь спортом. До свидания. Данил Мастер. Вам нужен шкаф-купе? Качественный, недорогой, по вашим размерам. Данил Мастер исполнит ваше желание. Успейте заказать в июне со скидкой 20%. Данил Мастер, Казань, Постание 23. Телефон 2-167-166. Ну что ж, а теперь о погоде. В среду атмосферный фронт принесет в Республику небольшие порции осадков, но будет по-прежнему тепло. По данным сервиса Яндекс.Погода, на юго-востоке Республики ожидаются дожди и плюс 25 градусов. На северо-востоке Татарстана пасмурно, местами дождь, плюс 25. На севере Республики плюс 24, дождь. На северо-западе тоже не обойдется без осадков. Там температура воздуха составит плюс 23 градуса. На юго-западе Республики облачно, дождь и до плюс 25. В центре Татарстана местами ожидаются дожди. Температура воздуха там составит плюс 25 градусов. Спонсор выпуска клиника Фарм-Т. Лечение аденомы и простатита по европейским стандартам без боли операции на израильском аппарате Термекс. Телефон в Казани 292-66-77. Клиника Фарм-Т. Радиоволновое лечение аденомы и простатита на израильском аппарате Термекс. Без боли, без операции. 292-66-77. В России привыкли, что настоящее лечение возможно только за пределами нашей страны. Специалисты доктора с этим не согласны. Сейчас самые сложные заболевания можно лечить и на родине. За время работы наших центров более 10 тысяч человек избавилось от операции. Более 20 тысяч человек мы избавили от боли. Приходите к нам. Убедитесь, что вернуться к полноценной жизни – это просто. В Казани открылся Центр лечения заболеваний позвоночника и суставов клиника доктор Остна Ямашева, 11. Не терпите боль. Вернуться к полноценной жизни – это просто. В среду в Казани будет малооблачно. Временами ожидается дождь. Температура воздуха составит плюс 24 градуса. Ветер западный, порывистый. Атмосферное давление составит 747 миллиметров штутного столба. Влажность воздуха – 61%. Магнитное поле Земли спокойное. Цветовое доказание приглашает всех на ярмарку цветов во Дворец Химиков 19 и 20 июня. Приобрести посадочный материал и получить консультацию специалистов вы сможете с 10 до 18 часов. Продолжение следует...